Продолжение следует... 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 Теперь их владельцы могут подать заявки на получение субсидий. На данный момент 142 уже находятся на рассмотрении у органов инспекции. В рамках инвестсубсидий предусмотрено возмещение 25% затрат при реализации проектов по строительству и расширению тепличных комплексов, 50% при создании и расширении растительных систем капельного рашения. По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время работу по установлению суммы помощи пострадавшим фермерам проводят всего два региона – Шимкент и Туркестанская область. В них уже утвердили нормативы для промышленных и фермерских теплиц. Отметим, что основная часть площадей теплиц расположена в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Мангостаусской, Карагандинской, Актюбинской и Атараусской областях, а также в городах Шимкент и Алматы. Верховный суд Казахстана предлагает упразднить Институт предварительного рассмотрения дел. Такую инициативу глава высшего судебного органа озвучил на встречу с президентом страны. По словам Асламбека Миргалиева, Верховный суд предлагает применять сплошную касацию, установить разумный срок рассмотрения дел, не превышащий шесть месяцев, а также проводить процесс с обязательным участием сторон. Тем самым высший судебный орган намерен сосредоточиться на надзоре и обеспечении единообразия практики. Вместе с тем, председатель Верховного суда сообщил главе государства о проведении консультации по созданию самостоятельной касационной инстанции. Новый вид военной службы появится в Казахстане к 2025 году. Служба в резерве. Законопроект рассматривают в Можилисе. На реализацию потребуется 3,5 миллиарда тенге в год. По словам министра обороны Руслана Жахсалыкова, такой проект был разработан в связи с необходимостью дальнейшего совершенствования системы мобилизационной подготовки. Также это позволит укомплектовать воинские части подготовленными кадрами и создать готовые к боевым действиям резервные силы.